Всем привет! Я Вика Виноградова, это канал Рецепты для Лентяев. Ребят, я для вас приготовила подборку бутербродов. Сразу скажу, что для повседневки некоторые рецепты будут сложноваты и не совсем такие лентяйские. Я эту подборку готовила с прицелом на праздники, на какой-нибудь Новый год, День рождения, все что угодно. Вот для таких застолий прям милое дело. В качестве закусок очень простые рецепты вам точно понравятся. С вас по традиции лайк и любой комментарий под роликом, чтобы помочь каналу продвигаться. А я вам покажу все-все-все рецепты. Первый рецепт понравится любителям салата с крабовыми палочками. Очень похожая основа, но по вкусу получается немножечко иначе и выглядит очень пить. Мелко режем крабовые палочки. Натираем сыр и свежий огурец. Добавляем майонез или сметану. Чуть подсаливаем и перемешиваем. Намазываем на хлеб и украшаем консервированной кукурузой. А следующие бутерброды понравятся тем, кто любит гавайскую пиццу. Ну, это та, которая с ананасами. Я просто знаю, что она такая на любителя, но вот кому она нравится, ребят, берите эти бутерброды на вооружение. Вы просто вкусняшечка. На хлеб намазываем кетчуп. Выкладываем балык или любое другое готовое мясо. Посыпаем тертым сыром и отправляем в микроволновку на одну минуту. Сверху укладываем кусочки ананаса и готово. Прежде чем переходить к следующему бутерброду, хочу порекомендовать вам кулинарный канал с простыми рецептами для правильного питания Самсон. Здесь огромное количество аппетитных идей, что приготовить на завтрак, обед и ужин. Те, кто с заботой относится к своему здоровью, точно оценят эти рецепты. Все блюда готовятся легко и быстро, так что не отнимут много времени. И при этом весьма оригинальные. Сможете не только вкусно накормить свою семью, но и удивить чем-то необычным. Особенно рекомендую обратить внимание на котлеты из индейки с тыквой. Я уже пробовала этот рецепт. Котлеты вышли очень вкусные, сочные и полезные. Так что берите рецепт на заметку, ссылки на канал и на тыквенные котлеты будут в описании под видео. Обязательно загляните, уверена, вы заберете к себе в копилку очень много идей. Покажу еще один рецепт, он очень простой и точно понравится тем, кто придерживается правильного питания. На хлеб намазываем творожный сыр. Выкладываем вареный язык. Я для простоты сразу брала в магазине готовый и нарезанный. Укладываем помидоры. И добавляем немного зелени. Следующие несколько рецептов это будут намазки. В чем их прелесть? То, что берем блендер, закинули все ингредиенты, перемололи до пюрообразного состояния. И потом очень легко и просто их используем как на повседневку, так и к приходу гостей на праздничный стол. Очень вкусненько хранится несколько дней, а то и дольше. Всегда спасать выручает. В блендер закидываем пару вареных яиц, сайру, сыр, зелень и немного майонеза. Все перемалываем до однородной массы. Намазываем на хлеб. Сверху укладываем свежий огурец и зелень. Такие намазки не обязательно делать с рыбой. Можно делать просто сливочными, с какими-нибудь специями, например, с остреньким перцем. Будет очень вкусно и отлично подойдет горячительным напиткам. В блендер добавляем творожный сыр, вареные яйца, чеснок и молотый острый перец. Пробиваем до однородной массы. По необходимости подсаливаем. По желанию можно добавить еще немножечко остреньки. И получается сливочно-острая намазка. И покажу еще одну намазку. Она такая в грузинском стиле, с орешками, с кинзой. Очень вкусная и ароматная. Берем брынзу. Добавляем мягкое сливочное масло. Перемешиваем. Мелко режем зелень. Я брала кинзу. Добавляем рубленые грецкие орехи, чеснок. Перемешиваем. И получается намазка в грузинском стиле. И покажу еще один классный рецепт. Всегда просто улетают на ура с помидорками, с зеленью. Очень вкусно и ароматно. Мелко рубим укроп и разминаем, чтобы зелень дала сок. Берем майонез. Добавляем туда свежий чеснок, укроп и перемешиваем. Намазываем на хлеб. Укладываем сверху помидоры. И вкуснейшие бутерброды готовы. Вот такие получились рецепты. Надеюсь, какие-то из них вам понравились. Их возьмете к себе в копилочку. А у меня на этом все. Огромное спасибо, что посмотрели этот ролик. Хорошего вам настроения. Всего самого-самого замечательного. Я вас очень сильно люблю и обожаю. Спасибо большое, что вы у меня есть. Всем счастливо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok